Лето в этом году выдалось на редкость дождливое и доставляет дачникам немало хлопот по сохранению урожая. Но и этого мало. Сосед может за один день загубить плоды всех трудов на твоем участке, если он любитель рыбки и устроил водоем практически в размер своего участка для разведения карасиков. Ливни переполнили уровень воды в водоеме, и она хлынула потоками на соседний участок. Приехав, хозяева увидели, что их урожай просто погиб. Мы приехали на дачный участок. Видим здесь воды, полный затоплен огород. Вода льется с соседнего пруда. У нас, как говорится, эмоции. Мы смотрим, сделать я ничего не могу по такому поводу. Вода как лилась, так и льется с этого котлована. Мы обращались по такому поводу во все инстанции, но до сих пор нам никто ничего не помог. Председатель садоводческого товарищества «Надежда» подтверждает, что земля собственником дачного участка используется с нарушением устава общества. Этот клаван заполняется и несет вред соседним участкам. Вот сегодняшние погодные условия позволили эту проблему настолько высветить ее, что огороды и то, что посажено на огородах рядом лежащих участков, они просто-напросто вымокли, принесли какой-то ущерб. Этот водоем приносит вред, в первую очередь, не только ему. Ему-то на этом участке ничего не посажено. А тем огородам, которые расположены вокруг него. Вот это первое следствие его деятельности. Земля товарищества делится как бы на две категории, на две группы. Это земля общего пользования, которая принадлежит всем на правах долей, равных долей, всем членам садоводческого товарищества. И земля частная, которая находится у него в ведении, в пользу, в собственности или на правах аренды этой земли. Земля общего пользования – это дороги. Совершенно верно. Вы заметили, что мы в прошлом году, два года, в прошлом, позапрошлом году эти дороги приводили в более-менее надлежащий вид. Сегодня мы видим эту картину. Сосед, который собирает этот песок, закрывает свои тропиночки или ручейки, которые текут на дороге общего пользования из его водоема, поднимает уровень земли вокруг своей ограды, чтобы вода не попала туда. Это прямое нарушение и устава, и правила внутреннего распорядка. Соседи в растерянности. У них нет уверенности в том, что это не повторится вновь, и от урожая вообще ничего не останется. А ведь садоводческое товарищество носит такое хорошее название «Надежда». Похоже, в этой ситуации только на нее и можно положиться.